Вечер трудного дня. Вечер трудного дня. Вечер трудного дня. Вечер трудный день. 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 с тем, чему мы научились на джазе. И начали экспериментировать. И экспериментировала я с музыкантами легендарного Арсенала. Замечательные музыканты, которые очень многому меня научили. И дали мне такой отличный бонус для начала в виде альбома, который мы с ними записали. И потом я уже нашла свою команду, свою группу, с которой сейчас работаю. И с которой мы уже много лет и много фестивалей прошли. И на крупные площадки с ними забрались уже за последние годы. Но хочу сказать такую вещь, что за эти годы музыкальные тенденции у нас в стране очень изменились. Во-первых, когда мы начинали, был, пожалуй, Свента Свентана. Я не знаю, кто. Таких из более-менее известных. Вот они. Естественно, и Ножеланная. И какие-то поменьше коллективы. И когда мы начинали, были с этим восприятием такой музыки ну, скажем так, проблемой, да. Потом, конечно, мы открыли для себя там загадочный мир Дикой Мяты, где куча подобных коллективов. И, конечно, очень много фолка. И не только. Потому что мы играем не только русский фолк, сочетая его вот с современным звуком. Мы берем этнику разных стран. У нас много-много всего понамешанных, скажем так. Вот. И за, в общем, вот эти вот, ну, грубо говоря, будем говорить там, шесть лет, скажем так, которые я в сознательном уже состоянии это все делаю, музыкальные тенденции очень поменялись. Сейчас стали любить эту музыку. Появилось огромное количество коллективов. Причем от живого звука, как мы, то есть, да, до электроники, да, и сэмплов каких-то на русских, народных вот этих и украинских, и разных-разных народных мотивах. Это стало очень популярно снова. Такой второй виток, скажем так. Вот. Поэтому, в принципе, нам сейчас, ну, не то, что полегче, но сейчас видно хотя бы наши, наших, скажем так, в этом во всем, и куда идти, где выступать, и какие-то фестивали по интересам тоже появились для нас более явными. Да это здорово. Слушай, у меня возник один очень серьезный вопрос, только не обижайся, и попробуй просто так красиво сказал, а я всегда за красивые слова хватаюсь обеими руками. Ты сказала, я нашла свою группу. Вот для, например, девушки, для девушки талантливой, и найти свою группу, и найти, например, свою любовь. В чем разница, и в чем какие-то параллели можно провести? Ну, у нас вообще разницы нет, потому что вот так у нас все случилось. У нас вообще много любви в группе, да? У нас много любви в группе. На этой позитивной ноте мы плавно перейдем. Мы просто не в полном составе, а так у нас куча парочек, да. Мы плавно перейдем к музыке, которая всегда являлась великой тайной, и которую я с радостью предлагаю прослушать с большим удовольствием всем нашим радиослушателям, потому что, как вы знаете, в нашей программе никакой ерунды вам предлагать не станут ни под каким соусом. Группа Шу. Живой концерт, живой звук. Все это в прямом эфире на волнах Радио 1. Субтитры создавал DimaTorzok Что же ты, мой друг, пилот, молчишь? Ты же так скучал по небу И не запускаешь самолет В те края, где еще не был. Ты устала, но бродит по свету, Оплатя заброшенный аэродром Переносишь каждый день на завтра, А потом на пару Субтитры создавал DimaTorzok Летим 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 над городом, над пропастью Пусть сердце наше станет лопастью А мы с крыльями, мы до старости будем сильными Смелее вызов прошлому себе Невозможному новому мечте А мы так молоды, как никто другой Заколдованы взглядной полосой Помнишь ли ты, как летал в детстве и во сне и на его? Помнишь ли, как лучи считал И не спрашивал, почему И ты не спрашивал, зачем Знал на всё всегда один ответ И не придумывал себе проблем И не слушал всякий бред Летим 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 От городом, над пропастью Пусть сердце наше станет лопастью А мы с крыльями, мы до старости будем сильными Летим Смелее вызов прошлому себе Невозможному новому мечте А мы так молоды, как никто другой Заколдованы взглядной полосой Летим 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 К середину Летим Над пропастью Пусть сердце Наше станет лопастью А мы с их крыльями Мы до старости Будем сильными Смелее Быть о прошлом У себя Невозможному Новому мечте А мы так молоды Как никто другой Загадованы Взлетной Полосой Полутона Живая музыка На Радио 1 Прекрасно, что я могу сказать И богатство русского языка Что меня каждый раз радует И вообще я об этом даже всегда говорил Даже не стеснялся Об известном и не очень известном Западным музыкантам с музыкой У них иногда бывает хорошо А с текстами Никто никогда не переплюнет Великий язык Льва Николаевича Толстого Скажи, пожалуйста Понимаю, что Совершенно по-другому строится Музыкальное шоу И в принципе все, что вы хотели сказать И рассказать И так есть во всех этих текстах Во всех этих гармониях Ощущениях И вашей энергетике Которую вы отправляете В зрительный зал Нескромный вопрос Скажи, пожалуйста Откуда столько уверенности Что к старости Мы все останетесь сильными На самом деле в этой песне Стихи не мои Стихи моего друга большого Валер Вертинский Его зовут Он поэт И эти стихи он мне подарил На день рождения Но, знаете, это такой случай Когда Я вообще очень трепетно Отношусь всегда к стихам И к любым песням Особенно на русском языке Когда люди хорошо понимают О чем речь Чтобы, в общем, верно все трактовать И так далее Но с Валерой тот случай Мы многие тексты к нашим песням С ним писали вместе То есть Пожалуй, единственный у меня случай Когда мы можем сесть И абсолютно гармонично Сосуществовать В этом написании И конкретно эту песню Я, в общем, услышала И мы ее поэтому сделали Поскольку я очень хорошо Чувствую этот текст И он мне близок Наверное, потому что Когда Твоя группа И то, что ты пишешь Вот эти песни, тексты Когда проходит Достаточное количество времени Важно не растерять Вот этого огня И до любого состояния Мне кажется Нужно быть Сильным Смело мечтать И так далее То есть Меня вот эта тема Очень В данный момент Тревожит И волнует Я бы очень хотела Чтобы все те люди Которые занимаются творчеством Чтобы они находили в себе Вот эти силы И огонь Для того, чтобы Знаете, чтобы в жизни Был рок-н-ролл Немножко хотя бы Потому что жизнь диктует Без рок-н-ролла вообще невозможно Да, потому что жизнь диктует Конечно, свои обязательства какие-то Но важно вот сохранять Какую-то такую долю Творчества Всегда Иначе Иначе что тут Уж напишешь И делаешь Что будешь играть Скажи, пожалуйста Ты Вот как сама ощущаешь И чувствуешь Все Все, что ты хотела Доказать и сказать Например Есть в твоих песнях Или хочется еще Между песнями На фестивалях На концертах Вместо того, чтобы просто Объявить следующую песню И все еще Еще что-то рассказать И досказать И еще дописать И еще придумать И втолкнуть туда Чтобы это все ушло В сердца В умы И в голову И в уши На самом деле Я достаточно много Вкладываю Смысла в тексты И Как правило Мне достаточно Не то, что тяжело Но иногда Мне кажется Что это лишнее Будет что-то говорить Между песнями Но я знаю мнение Что многие Вот считают Что надо обязательно Что-то Как-то сопровождать Какой-то историей Я уверен В нашей стране тем более Да, вот Поэтому я, конечно Работаю над этим Вот давай возьмем Пример с Валерией Сюткиной Особенно С серьезных Очень дорогостоящих Корпоративных концертов Из которых он Ровно 25 минут Поет 4 песни И 20 минут Разговаривает Смотри Как это здорово Рассказывать несколько Хотя казалось бы Песен у человека достаточно Да, более чем достаточно Но это тоже Большое искусство Потому что Мне так тоже показалось Что еще Что-то существует И это здорово Потому что не всегда Нам нужно что-то Показывать и рассказывать Это песня про это Это песня про то Не скоро еще случится Когда Будут ловить С полу слова С полу взмах И с полу взлета Каждую ноту Хотя во всех Моих программах Мы рассуждаем И говорим А у меня в гостях Бывают И так же Как и ты Настоящие художники Как я считаю Которые творят Настоящие Шедевры музыкальные Поэтические К тому же А настоящему художнику Всегда наплевать Кому это нужно Он просто делает Потому что Ну если честно Если так уж разобраться Но я очень рад Что существует Такая команда Как группа Шу И которая В общем-то Также делает Этот мир прекраснее Удивительнее И на самом деле Нежнее Просто мне кажется Что к таким песням Конечно людей Нужно готовить Некоторым образом Ибо они очень сложны Великолепная музыка Потому что С самого начала Мы сказали Что все вы из джаза А если вы из джаза Значит Дело идет О серьезных переживаниях Музыкальных И не только Давайте играть Следующую песню Мурашки сыграем Следующая песня Называется Мурашки Это одна из самых новеньких Ну все это великолепие На волнах радио 1 Для всех наших радиослушателей Как всегда Мы вам на тарелочке С губы Каемочка Пожалуйста Мурашки В середине лета Ну Чтобы слегка остыть Перед большой жарой Музыка Я все время закрываю глаза И вижу ту ночь теплую Когда в барашках Волны падали в глубину В воду темную Когда в песок обхватывал ноги Я уже не стойкий воин Тянул вниз Успокаивала Скал Чтоб я сдавалась без боя И мне казалось И мне казалось Что вся жизнь Только этого момента Рядом с тобой стоит Что одновременно Снег Бриз И пухлыми каплями Нас это небо напоит Расскажи мне обо всем пока Мурашки Воды поднимают Дождем Мы оба знаем Никогда не произойдет Но почему-то Ждем Ждем Расскажи мне обо всем пока Мурашки Воды поднимают Дождем Мы оба знаем Никогда не произойдет Но почему-то Ждем Ждем Я все время Закрываю глаза И чувствую нутро Голод Потому Дню Когда в дороге Терялись и ночами От луны И холод Собирали Спинами Расу Укрываясь Мглой тишины Звон Запах Твоей шеи И ладони И зажатый В руках Вне сидит Телефон И мне казалось Что вся жизнь Только этого момента Рядом с тобой стоит Что одновременно Снег Бриз И пухлыми каплями Нас это небо Она поет Расскажи мне Обо всем Пока Мурашки Воды Поднимай Дождем Бьем Вот знаем Никогда Не произойдет Но почему-то Ждем Ждем Расскажи мне Обо всем Пока Мурашки Воды Поднимай Дождем Бьем Обо знаем Никогда Не произойдет Но почему-то Ждем Расскажи мне Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы оба знаем, никогда не произойдет, но почему-то ждет Ну что, друзья мои, вот такая у нас прекраснейшая команда Это сегодня группа Шум, Шум не как лидер коллектива, но вы чувствуете, да, насколько интересно глубока не только музыка, но и поэзия Еще раз об этом напомню, очень мне нравится даже то, что происходит сейчас без бас-гитары, даже без гитары, как основного музыкального инструмента для многих, в общем-то, коллективов Но учитывая, как вы все это разложили, великолепно, просто великолепно Как ты считаешь, самое счастливое состояние у музыкантов в группу Шум, это когда? Самое счастливое? Да, состояние У музыкантов, я не знаю, надо, наверное, у них спросить Какое у вас самое счастливое? Сейчас Сейчас, Олег Ром, смотрите, какой правильный ответ Мы вернемся буквально через несколько минут, это Радио 1, после выпуска самых последних свежих новостей Запомните, мы вас развлекаем, информируем, развлекаем, это Радио 1 Еще раз добрый вечер, девочки, мальчики любого возраста, это Радио 1, меня зовут Кирилл Кальян, программа Полутона, единственное радио-шоу в Полутонах И, собственно говоря, единственное радио-шоу об этих самых Полутонах и тон, Полутон, в общем, мы с вами об этом уже говорили Сегодня главный герой моей программы, музыканты группы Шум Шуня, как автор песен и лидер коллектива, как организатор и участник многих фестивалей, о которых мы уже говорили в начале нашей программы Но буквально в начале августа, именно 4-го числа, в саду Эрмитаж стартует фестиваль Солома Отличное название для тех, кто любит свежий воздух, все прекрасно и удивительно Что там будет эдакого для того, чтобы люди могли прийти и действительно провести с толком время, изучая окружающий мир и самих себя? Ну, во-первых, фестиваль у нас называется литературно-музыкальный И первое, самое интересное, наверное, для людей, горожан, это то, что там можно прочитать со сцены в сопровождении замечательных музыкантов Прочитать стихи, либо свои, либо чьи-то, неважно, то есть, в общем, выйти на сцену, это все будет транслироваться на портал М24 В общем, будет все очень красиво и прекрасно Это, наверное, основной такой лакомый кусочек для людей Помимо этого, конечно, будет много-много всяких приятностей, в том числе концерт большой, в котором принимают те музыканты, которые за этот год прошедший успели сделать что-то новенькое, скажем так Потому что наш лозунг пожинает плоды творчества, вот, поэтому те, кто за этот год успел, либо, например, собрать новый коллектив, как вот у нас есть проект 6 восьмых, который будет первый раз вообще выступать Либо кто-то успел записать альбом, как, например, певица Амария, да, успела презентовать и записать альбом, ну и так далее Амария была месяц назад здесь А, ну вот, замечательно, видите, музыкальный мир, он такой тесный, вот И, конечно, будет много-много музыки, музыка будет очень разная, но, значит, еще один важный момент, который стоит упомянуть, что наш фестиваль, он нацелен на то, чтобы немножечко расслабить людей в городе Это все будет очень уютно, такое единение с природой, потому что в саду Эрмитаж очень красиво, зеленые газоны, прекрасные деревья, все это очень мило и вот так вот экологично, скажем так Нравится мне рассуждение джазовых музыкантов и названия у них таких же, 6 восьмых, 3 четверти, опережающий удар по тарелке, скоро какая-нибудь появится или что-нибудь в этом роде Ладно, давайте играть, времени мало, музыки, хотелось бы как можно большее количество музыки отправить в эфир, для того, чтобы прекрасен был воздух везде, где принимает наша уникальная радиостанция группа ШУ, прямой эфир, программа Полтана, Радио 1 Как поводилось поранять, часто поводу ходить Как поводилось поранять, часто поводу ходить Ой, ну-ка, ну-ка, да-ну-ка, часто поводу ходить Ой, ну-ка, ну-ка, да-ну-ка, часто поводу ходить Часто поводу ходить, к Алексею заходи Ой, ну-ка, ну-ка, да-ну-ка, к Алексею заходи Ой, ну-ка, ну-ка, да-ну, как Алексею заходи Ой, да сук äн quiser allacan, а pronoun Ой, ну-ка, ну-ка, да-ну-ка, ой, догадали вы были, Ой, ну-ка, ну-ка, да-ну-ка, ой, догадали вы были. Не та воду, ой, стоял, баранюшку дожидал. Что ты, что ты грустишь, о чём вспоминаешь, Как далёкой весной позабыла про все заветы. Как так вышло, и кто такой, сама не знаешь, И за что сердце выжиг угольком сигареты. Часто-часто гуляли вместе, Часто-часто про всех забывали, А ты пела ему свои песни про любовь и про жизнь без печали. Часто-часто входила, К Алексею заходила, Часто по воду ходила, И к Алексею заходила, И к Алексею заходила, Часто по воду ходила, К Алексею заходила, Часто по воду ходила, К Алексею заходила, Ой, ну-ка, ну-ка, на ну-ка, к Алексею заходила. Ой, ну-ка, ну-ка, на ну-ка, к Алексею заходила. Что ты, что ты грустишь? Где он? Угадаешь. И смешно, и страшно, что легко он так верила. Как так вышло, и кто такой, сама не знаешь. Но забыв все обиды, снова шла неуверена. Часто, часто гуляли вместе. Часто, часто про всех забывали. А ты пела ему свои песни про любовь и про жизнь без печали. Часто, часто гуляли вместе. Часто, часто про всех забывали. А ты пела ему свои песни про любовь и про жизнь без печали. Ой, ну-ка, ну-ка, на ну-ка, паранюшку души. Да, ой, ну-ка, на ну-ка, паранюшку души. Да, ой, ну-ка, на ну-ка, паранюшку души. Ой, ну-ка, ну-ка, да, ну-ка, идёт душенька моя Полутона. Живой концерт с Кириллом Кальяном. Да, электронный барабан иногда от энергетики рушится, ломается, ничего страшного, пожалуйста, не переживаем, потому что всё, что вы навертели в этой композиции, это ещё люди переварят, мне кажется, не все сразу. И рано или поздно это, собственно говоря, дойдёт. Обращайте внимание на музыкантов группы ШУ. Можно всегда скачать песню, послушать и действительно разобраться, а там очень много здравого смысла. 8800, 700 ровно 5898, если вдруг у вас возник какой-либо очень серьёзный или несерьёзный вопрос, то мы всегда с большой радостью рады вас видеть в нашей компании. О чём вообще спрашивают тебя чаще всего журналисты и люди, которые вообще интересуются вашим коллективом, или просто подходят после концерта, за сценой, вот чаще всего какие вопросы задают тебя? Вопрос номер один, почему меня зовут Шуня? Что это за имя такое? Вопрос номер два, что за стиль мы играем? И вопрос номер три, это что за штука у меня на голове? Вот я думаю, это, наверное, самые три такие, топ-3 вопроса. А дальше такие вопросы идут. Как удалось собрать столько музыкантов? Я не знаю, что ещё. Как вы пишете песни? Что вас вдохновляет? Ну, в общем, вопросов много, таких вот famous asked questions, как говорится. Но ты не рассказывай ни про свою штуку на голове, ни про, почему тебя зовут Шуня, догадаться, собственно говоря, несложно. Если ещё посмотреть пару сериалов, то вообще в голову придут, собственно говоря, эти мысли. Вообще, мне кажется, что не только в каждой девушке, но и в каждом музыканте должна быть своеобразная загадка. И если её разгадывают, например, слушатели или зрители концертов, значит, они становятся поклонниками этого коллектива всерьёз и надолго. Если не разгадывают, получается как у Гребенщикова, в общем-то, потому что он один. Мы как-то делали с ним программу, он сказал, ты знаешь, Кирилл, это беда моей жизни. Весь смысл моих песен понимает только я сам. 80% понимают мои музыканты. Что остаётся слушателям и тем людям, которые покупают пластинки, это неизвестность. В данном случае, как ты считаешь, всё понятно людям действительно с вашим творчеством? Ну, во-первых, я могу видеть, смогу судить по тем, кто там слушает, приходит на концерты, и, ну, большинство песен, скажем так, люди понимают, да. Понимаешь, музыка увлекает очень сильно, и вы большие молодцы, потому что все эти паузы, синкопы, остановки, всё, что вы вытворяете, и смена темпа и так далее, это всё, конечно, завораживает и заставляет человека погружаться в какое-то путешествие. Ну, а тексты ещё добавляют просто слишком, я честно тебе могу сказать, слишком серьёзные тексты для такой серьёзной музыки. Но это очень здорово, это прекрасно. Мне кажется, те, кто несерьёзно поёт с несерьёзной музыкой, их, мне кажется, очень много, и нам туда... Не надо. Не надо. И сюда нам их не надо. И нам, нет, тут, да, это ваше, конечно, царство, но мы, например, рады играть такое и что-то экспериментировать, потому что всё-таки, на самом деле, если вот так оглянуться назад и подумать, какие группы там слушали, слушали там наши папы и вот эти все там легендарные рок-команды, у них на самом деле, ну, 90% песен, всё далеко не так просто, как сейчас люди слушают, вот, современной музыки. Поэтому это говорит нам о том, что люди способны воспринять определённый уровень сложности и могут вполне себе это слушать, и даже массовые слушатели. Давайте ещё раз попробуем всё почувствовать, сделать и пропустить через себя группу ШУ, прямой эфир, радио 1, программа Полтана. Музыка. 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 этому дороге если все по одному ходят ходят зачем сотых окон гори и если кадра счастливых историй за ними нет среди дыма будней и черно-белых полос видишь как ветер гуляет пшеницы ее волос все что нужно сейчас задать один вопрос каждый любит любить любимым быть если видишь свою половину вперед границы отодвину найди беги догони обними никогда не отпускай любите люби любить любимым быть а 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 и чувство перемешать а а а а а а а а а Другого шанса может не быть, решайся. Каждый любит, любит, любимым быть, если видишь свою половину. Вперёд границы я отодвину, найди, беги, догони, обними. Никогда не отпускай любить, люби, каждый умеет любить, любимым быть. И вот ты смотришь на звёзды, представляя свой провал кредиозный. Думаешь, каким будет ответ, да или нет. Каждый любит, любит, любимым быть, если видишь свою половину. Вперёд границы я отодвину, вперёд границы я отодвину. Найди, беги, догони, обними, никогда не отпускай. Каждый любит, любит, любимым быть, каждый любит, любит, любимым быть, если видишь свою половину. Каждый любит, любит, любимым быть. Полутона. Живая музыка на Радио 1. Прекраснейшая композиция. Групп Шу у нас сегодня в гостях. И у нас остаётся ещё время на одну песню, буквально на пару моих вопросов. Но я не буду больше приставать с какими-то серьёзными вещами. Всё есть в ваших композициях. Это действительно так. Нужно просто разобраться, просто остановиться, послушать и найдёшь ответ на все вопросы. Вопрос, связанный с последним музыкальным произведением. Я очень обрадовался этой песне, потому что ещё очень много лет тому назад мы пришли к выводу для того, чтобы человеку быть счастливым. Притом это был не просто мой выбор, а выбор ещё известных друзей и музыкантов. Достаточно просто любить и быть любимым. И этого абсолютно достаточно. Но возникает один очень серьёзный вопрос, ответный, который хотел бы получить. Насколько это просто — любить и быть любимым? И насколько это сложно — любить и быть любимым? Мне кажется, это одинаково и просто, и сложно. Во-первых, самый первый момент, это как раз об этом написана песня, о том, что самое сложное в том, чтобы начать любить и быть любимым, это сначала сделать шаг к тому, чтобы начать это делать. Это если видишь свою половину. Это если видишь свою половину. А если не видишь, то она тебя видит. Возможно, где-то сзади или сбоку на тебя смотрит или сверху. На самом деле, мне кажется, любовь — это такая вещь, которую надо, во-первых, так осознать. Во-вторых, не надо путать с любовью разные ещё другие вещи, влюблённости и так далее. И мне кажется, любовь приходит у человека в то время, когда она может быть им понята, скажем так, настоящая. Или когда её совсем не ждёшь ещё есть вариант. Ага, это да, это знаменитый вариант. В общем, мне кажется, что вот такой момент по поводу того, насколько это сложно и просто. Мне кажется, опять же, повторюсь, что это одинаково и сложно и просто. Надо просто... Любовь — это всё-таки компромисс, поскольку два человека участвуют, как любой сговор, договор и любая вообще работа, и какая-то кооперация. Это всегда требует включения обоих или обеих сторон. Душь, не обеих. Ну ладно, хорошо, хорошо. Ну, сторон, сторон. Я, видите, как вышла из ситуации, да? Спасибо тебе большое за то, что делаешь. Спасибо твоим всем музыкантам. Спасибо за все эти светлые, очень чистые, нетронутые грязными руками идеи, которые присутствуют в ваших композициях. Я желаю вам удачи, успехов, хорошего вам фестиваля. И чтобы как можно большее количество людей задумывались вечерами или перед сном над вашими песнями. Меня радует ваша команда, как и радовал «Квартал» много лет тому назад. И печаль моя из-за того, что Белявина Артура нет до сих пор. И нет этих песен, и всего вот этого очень не хватает. Не хватает музыкальной человечности. Вот я бы так это сказал. А у вас эта частица есть? И, пожалуйста, разбрасывайте ее направо и налево, не щадя себя. И отдавайте, она нужна. У нас в гостях была сегодня Шуня. Я думаю, что мы закончим прям фейдаутом или композицией этой программы. Я желаю всем быть счастливыми, влюбленными. Берегите себя, хулиганы, бай-бай. До встречи через неделю. Еще одна композиция, которая сейчас эти потрясающие ребята сыграет в прямом, живом, настоящем эфире. Спасибо за то удовольствие, которое вы доставляете всем людям, которые понимают. Большое спасибо вам за эфир. Дай мне на тебя наглядеться. Я возьму твой образ с собой, Но зумирая что-то у сердца. Дай мне на тебя наглядеться. Я возьму твой образ с собой, Но зумирая что-то у сердца. Холод и таль между нами, Но не стать чужими людьми, Я с тобой всю жизнь оставляю, Пойми. Я вернусь, обещаю, Стану пеплом, Боль и грусть. Я всегда возвращаюсь. Я, я вернусь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок